Как защитить свой иммунитет от такой большой угрозы, как грипп? Дабы избежать эпидемии, рекомендуется проводить вакцинацию. Эффективность иммунизации от гриппа зависит от нескольких факторов. Качество вакцины, особенности организма каждого человека и от обстановки на месте проживания. Грипп – это сезонное заболевание. Встречается он чаще в осенне-зиме период года. Какие месяцы наиболее опасны для гриппа? Это ноябрь, декабрь, январь, февраль месяцы. Грипп – это инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Чихание, кашля, разговор. Человек выпил холодную воду, сел холодное мороженое. Он может простудом заболевание, искупался в холодной воде, которое сопровождается невысокой температурой. Около 9 тысяч доз гриппола поступило в поликлинику города Кумертау. Из них 2,5 тысячи уже привито. Специальной подготовки к вакцинации против гриппа не требуется. Вполне достаточно того, чтобы в течение двух недель не наблюдалось простудных заболеваний и не было аллергии на куриный белок. Возраст уже большой, предпенсионный. Хочу меньше болеть. А гриппоза, ну, эта прививка очень помогает от того, чтобы, ну, в общем, инфекции меньше получаешь. Поэтому я решила сделать прививку. Я, чем сказать, я, во-первых, ее редко очень делаю, боялась. А просто вот что сказали, говорит, что, говорит, самое, ну, ну, то, что боится, и что ли, говорит, сходить раз в год, один раз, говорит, обязательно надо делать. Вот я и пришла, решила. Делали ли вы прививку от гриппа? Конечно. Обязательно делаем, всегда делаем прививку от гриппа. Я категорически против. Почему? Потому что я знаю, что этот вирус такой, он, как, невозможно от него застраховаться. Более 250 вирусов гриппа. Поэтому хоть делаю, хоть не делаю, это лишний раз заболеть ни к чему. Некоторые жители нашего города отказываются от вакцинации, считая грипп неопасным заболеванием, либо что от прививки будет только хуже. Прививка не защищает на 100% от гриппа, но сводит к минимуму и вероятность заболевания, и возможность осложнений. Кроме того, прививка облегчает течение самого заболевания. Из побочных явлений может быть местная краснота на месте инъекции, которые почти не бывают. И общее небольшое повышение температуры, небольшой насморк, небольшая головная боль. В таких случаях антибиотики не нужно принимать после вакцинации. А то многие, измеряя температуру, 37,2 начинают принимать антибиотики. Прием антибиотиков погашает действие вакцины. То есть вакцинация сводится к нулю. Тот факт, что привитый человек заболел гриппом, объясняется тем, что вакцинация проводится от одного вируса гриппа, а человек заболевает другим типом вируса. Каждый год учеными создаются вакцины от вируса гриппа, которые, вероятнее всего, станут причиной вспышки в текущем году. В местной поликлинике сделать прививку от гриппа можно совершенно бесплатно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...